Добрый день, дорогие друзья! Я в фейсбуке сказал, что не могу комментировать слова отца Константина Кобелева. И я это написал, потому что у меня было к нему определенное уважение. Мы с ним знакомы давно, я помогал ему даже восстанавливать храм, обсуждая, как это сделать, и посылая туда жертвователей. Но время идет. И то, что он сказал, просто вынуждает меня сейчас сделать вот эту реплику, потому что мы обязаны, как христиане, сказать, когда видим нарушение, когда видим хулу на Духа Святаго и нарушение канонических каких-то действий. Ну, давайте послушаем, что сказал отец Константин, чтобы не быть голословным, а потом маленечко обсудим. На ваши вопросы отвечает протерей Константин Кобелев. Отец Константин, вот мы совсем недавно слышали вопрос, который касался того, можно ли ставить свечку за иноверца. Вот Айгуль нам пишет. По национальности я татарка, в детстве мне читали имя, как это положено в исламе, а сейчас я хочу покреститься, пишет она. Как правильно это совершить? Надо ли совершать какие-то манипуляции в исламе, чтобы перейти в другую веру? Вы знаете, никаких манипуляций совершать не нужно. Мы относимся к исламу с большим уважением, на самом деле. Потому что люди часто показывают, что они верующие, вот самое главное. Они прославляют Бога по-своему, по-русски Бог, а по-арабски Аллах. В принципе, тут разницы нет. Но они любят книги, еще вот важно что-то, они считают тоже, по-хорошему мусульманин считают, что вот у вас Библия, а у нас Коран. Но нужно понимать то, что, конечно, мы как христиане знаем, что Господь Сына Божия своего послала, в этом основа христианства. А у мусульман пророк Мугамед, даже вот так вот, если сравнить, то в этом смысле получается выбор в сторону христианства. Но вы должны... Айгюль, да, я зовут? Вы должны понимать, что вы никакой измены не делаете, потому что именно Всевышний, Он видит вашу душу. И вы придете в православный храм, вы будете общаться с тем же Аллахом, который вы общались, то будете называть его и Христос. И вы придете в православный храм, вы будете общаться с тем же Аллахом, который вы общались, то будете называть его и Христос. Ну, вы сами все слышали. Я не знаю, может быть этот канал так смонтированно, интересно и хитро Потому что канал, меня неоднократно просили его охарактеризовать Больше того, меня приглашали работать на этот канал Я считаю, что он не православный И точно так же, как любая желтая пресса гонится за какими-то скандальчиками За какими-то высказываниями, которые шокируют общество Но в данном случае эти шокирующие высказывания, они против веры Они явная хуа на духа святого И, конечно, полное нарушение канонических каких-то правил Если мы вдумаемся в то, что отец Константин говорит Что не надо ей никаких действий совершать Для того, чтобы перейти в христианство Что, по-видимому, вопрос-то идет из того А можно нехристианам ставить свечки То, по-видимому, можно ставить свечки Но, конечно, главное то, что мы услышали Это тот Всевышний, который у нас в православных храмах Тот же самый, что и у мусульман И мы просто на разных языках называем его Мы по-своему называем Бог А они называют Аллах Мне все равно, кого мусульмане называют Аллахом И как они это делают Мне не все равно, как называть моего Бога И как бы отец Константин не считал, что это одно и то же То есть личность одна и та же Наше православие этого не считало никогда У нас есть символ веры Который говорит, что у нас Пресвятая Троица И если его сравнить с образом Аллаха Который исповедует мусульмане Ничего общего в этом нет Сейчас, конечно, ходит, большая ходит политика О том, что у нас Бог един И начали ее, можно сказать так, иудеи Прямо было принято у них решение такое Несколько лет назад Что давайте вот таким образом внедряться Но распространение в православии Такой точки зрения Это ересь Это прямая ересь И хула на Дух Святаго Я понимаю, что мы все ждали последних времен И как один священник мне все уверял Что они придут после того, как мы увидим Кровь по пояс Голод большущий В котором мы будем вырывать друг у друга Кусок хлеба Но мы увидели, что крови по пояс не видать Хлеба во всех магазинах полно А вот то, что должно прийти после всех этих признаков Оно вот оно здесь Теперь единое верие Единого Бога Проповедуют, как видим, уже и православные священники И объединение в единую религию Здесь получается под православие Отец Константин Хорошо, что так он сказал Хорошо, что он не сказал, что и христиане могут в мечеть прийти И там делать все, что хочешь И это тоже не будет предательством Так получается Так получается Ну, пророка послушать, какая разница Но ведь есть и следующие ступени Что Христа, если здесь Христа будете называть Аллахом, он говорит Ну так буддисты говорят, что Будда тот же Христос Кришнаиты говорят, что Кришна тот же Христос И так далее И так далее Неоязычники говорят, что Бывший Сварог, Перун Значит и все остальные Это тот же самый Христос И что? А то, что Я не знаю, как после таких слов Прийти в его храм и причащаться Крови Аллаха он причащает в своем храме, что ли Я высказал Я не мог молчать Отец Константин, прости Я тебя уважал за то, что ты делал И знаю, что это большой труд Но Я не понимаю, как священники Москвы Доходят до такого Но когда-то какие-то такие вещи Там Кирюша, Фролов НТО там или еще что-то Или обратно Высказывали Но было одно Но мы теперь видим, как Чертики из табакерки выскакивают То один, заявлявший, что преимущественно мусульманам И скоро все станем мусульманами То другой Говорит, что мы Должны равняться на мусульмана И бить своих жен Держать их в кулаке То вот теперь третий Говорит, что Придя в храм православный Ты будешь причащаться к крови Аллаха И это все Не предательство мусульманства Я свое дело сделал Господи, я Перед тобой чист Я к этой ереси Больше отношений не имею Если бы промолчал, как все остальные То остались бы с ней Согласились с ней А вы уж решайте сами Помоги вам всем Господь Аминь И церкви нашей, Господи Помоги, чтобы Все-таки мы остались В чистоте и в истине